Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рады снова услышать вас, услышаться в прямом эфире. И сегодня у нас, наверное, начало такого сериала о теме, которая волнует, наверное, всех в Латвии, кто имеет здесь семью, у кого есть дети и внуки. Это наше будущее, наши дети и качество образования. Казалось бы, Латвия имеет достижения на международных олимпиадах, где побеждают ученики, ну, как правило, первой гимназии. У нас есть престижные школы, куда все стремятся отдать своих детей. Но почему-то средний балл на государственных экзаменах год от года снижается. Причем он снижается не только по точным наукам, но и по латышскому языку. Даже в латышских школах средний балл сдачи латышского языка государственного для детей, для которых он является родным, составляет 52%. Ну, то есть это по старому 3 с плюсом. Что же происходит? Почему качество образования снижается? На эту тему мы сегодня попробуем начать искать ответы. И у нас сегодня в эфире присутствует создатель и научный руководитель педагогического центра эксперимента частной школы Иннова Бронислав Зельцерман. И по телефону мы свяжемся с двумя педагогами. Один преподает физику, это Павел Назаров, а другой преподает французский язык, это Сергей Костенко. Итак, Бронислав, у нас уже давно идет эта дискуссия о том, как оценивать качество образования, кто следит за этим. И один из таких основных упрюков, который адресовался Министерству образования при обсуждении прошлогодней реформы по переводу всех школ Латвии на государственный язык обучения, буквально с 1 по 12 класс, заключался в том, что система мониторинга качества образования с 2004 года так и не была внедрена, так и не была разработана, хотя решение Конституционного суда по первому этапу школьной реформы как раз это предусматривало. Но Вы упоминали о том, что, в принципе, объективные данные по качеству образования имеются. Что это за данные и что они показывают? — Значит, дело в том, что, с моей точки зрения, идут два или три параллельных процесса. Один процесс — это то, о чем Вы сказали, — это невыполнение решения Конституционного суда 2005 года, где было бы однозначно сказано о разработке мониторинга вот этой билингвальной реформы, результаты которой не оценены до сих пор никак. Второе — это разработка различных инструментов по оценке текущей успеваемости. Это контрольные, проверочные, диагностические и экзаменационные работы. И там идут все вот эти, ну возьмем вот этот период времени, 15 лет, постоянное изменение, попытка обосновать, что эти изменения ведут к улучшению. К улучшению я имею в виду оценивание, а в результате результаты снижаются. И с точки зрения… Ну то есть, грубо говоря, оценки иногда пытаются вытянуть на более высокий уровень за счет того, что снижается требование? Нет, дело в том, что если спросить, как мы говорим, педагогов, которые на земле, то они смогут сравнить, скажем, уровень требований, который… Ну давайте возьмем выпускные экзамены, хотя у нас, конечно, сама схема неплохая, да. Третий, шестой, девятый, двенадцатый, да, нормально. А внутри, да, проверочные, диагностические, диагностирующие работы. Вроде бы, так, схематически все нормально. А содержание? А содержание, ну если честный учитель, он нам скажет, ну если сравнить, скажем, восьмой год или там 2009-2019, по, ну по крайней мере, по естественным наукам и по русскому языку, ну где я больше понимаю, чем по другим предметам, но явно уровень требований ниже. Но это экзамены, и там разработкой экзаменов занимается одна контора в министерстве, да, вот это департамент содержания образования. А параллельно идет, с моей точки зрения, ну может все-таки и в Европе, и в мире, да, процесс разработки инструментария по оценке качества образования в странах развитых. И мы относимся туда, и вот в этом году уже, в 2018-м, извиняюсь, проводилось очередное исследование, которое идет с начала 2000-х годов, и Латвия в них участвует, и вот, скажем, данные 2015-го года, двух исследований, и это только то, что коллеги... А это открытые данные? Да, конечно, тут есть ссылки... То есть любой может с ними ознакомиться? А, ознакомиться то, что опубликовано. Но они все сейчас есть в электронном виде, и мне кажется, мы сейчас попробуем, если запросить у Латвийского университета, тут авторы все написаны, они входят в международный, ну назовем, консорциум, потому что в этом году, в 2018-м году уже было 80 стран... Которые охвачены этим исследованием? Конечно, и что очень важно, выбор школ проводился случайным образом, то есть каждое исследование случайно, можно было попросить и попасть. И само исследование, когда я попросил, чтобы моя школа туда попала пару раз, то само исследование проводят исследователи из университета. Ну а разве наш университет не может, так сказать, войти в сговор с министерством образования и в случайную выборку включить лучшие школы, чтобы выглядеть лучше? Дело в том, что там такой механизм выбора, который проверяется, потому что школы выбираются по ряду критериев, по территории, по количеству учащихся, по несколько критериев, и поэтому там очень трудно с этим сыграть. Но я уже не говорю, ну как можно играть, когда ты потом попадаешь на 30-е место из 70-ти, которое было в 2015 году, да? Ну это понятно, что сыграть... То есть Латвия на 30-м месте сейчас находится? Да, она была, да, на 30-м месте, но вот по этому исследованию, которое называется сопоставительное исследование качества образования, да? И вот что очень важно для меня, по крайней мере, что, во-первых, оно шло с начала 2000-х годов в некоторые частные исследования дом, но уже продумана программа до 2024 года. Уже понятно, что будет базовая для того, чтобы получать, это очень важно, да, чтобы получать сопоставительные данные. Во-первых, это сопоставительные... Динамику оценивать. Конечно, между странами, извините, а вот у меня данные, которые университет рассылал в закрытых конвертиках, да? Да тут все школы, 250 школок, я извиняюсь, 250 школ... Но у нас не 250, это... Это не все, понятно, это же выборка. Ага. Но я знаю некоторые страны, да, где ввели это как обязательно, я не буду называть страну, всем она понятна какая, да, вот там ввели это как средство... Совершенствование качества образования. Конечно, конечно. И у них будет, ну, большая страна, да, 14 тысяч школ уже в следующее исследование, которое будет. Ну вот, то есть кто-то уже это использует как. Мы, я надеюсь, тоже когда-нибудь придем. Я собираюсь подготовить, ну, предложение, потому что можно, во-первых, ретроспективу запросить и попросить ребят вот это сделать. А вам известна эта ретроспектива, то есть что вот у нас произошло с момента начала этой программы исследования с нашим образованием? Вот я внимательно изучил, ну, вот тут два исследования, да, вот это открытый материал, то, что меня лично интересует, я нашел одну табличку, да, одну, не, не одну табличку, один график, где видна динамика 2006-2016 год, да, общая оценка качества образования, да. То есть какой-то интегрированный показатель такой. Да, 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 интегрированный, ну, они называют его средний показатель, вот, по школам с русским языком обучения и с латышским. Ну, для тех, кто понимает статистической обработки данных, назову этот показатель, да, динамика, ну, давайте так, снижение качества фиксируется и в одной, и во второй группе школ, но в школах с русским языком обучения, это динамика более высокий темп. Ну, вот так, то есть если... То есть в русских школах качество образования падает быстрее, чем в латышских? Вот, вот это вообще переведено на язык понятный, да. Это очень показательный такой факт, и я думаю, что мы можем его обсудить с нашими радиослушателями по телефону 672 12 93 9, 672 13 93 9. После коротенькой паузы, которую мы возьмем сейчас, я напоминаю, у нас в студии Бронислав Зальцельман, крупный специалист у нас по образованию, основатель знаменитого учебного центра «Эксперимент», который выступал за развитие детей с раннего возраста, и который воспитал немало знамечательных учеников. Прервемся на минутку на рекламу. Снова продолжаем разговор о качестве образования. В эфире программа «Подоплюка» и наш эксперт, основатель учебного центра «Эксперимент» Бронислав Зальцельман. И так до перерыва мы выяснили, что за период с 2006 по 2015-2016 год качество образования по международному сравнительному исследованию упало и в латышских, и в русских школах Латвии, и в русских школах оно снижалось быстрее, чем в латышских. А скажите, Бронислав, может быть, вот этот показатель связан с тем, что снижается мотивация детей, они не хотят учиться? Вот как вы это можете прокомментировать? Или мы можем тут кидать камни в адрес министерства за то, что детей переводят на латышский язык, а они на нем ничего не понимают? И учителя плохие учат плохо, поэтому, ну, все учителя виноваты. Ну вот, очень хороший вопрос, но ответ не очень простой. С моей точки зрения, работает вот на снижении все факторы, которые вы назвали на самом деле, да? К сожалению, да, к сожалению, а методика не успевает за тем, что происходит в науке психологопедагогической. Во-вторых, подготовка педагогов, да, ну, явно снижается, это все признают, но, к сожалению, никто не исследует и не могут сказать. А вот снизилось настолько, настолько, и что сделать, чтобы, да? И, как мне кажется, все-таки главный фактор – это несоответствие то, что мы делаем в школе, и то, что происходит с учащимися вне школы. Я просто по своим учащимся вижу, с каким… у нас запрещено использование гаджетов до, там, 16 часов, потому что идет учебный процесс. Вот где-то без 20, без 15, 16, ну, у детей начинается вот такая напряжение. Абстиненция, да? Да, 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 да. Ну, не у всех, конечно, но у многих, назовем так мягко, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что определенное несоответствие между тем, что у ребят в жизни и что у них в школе, да, создают вот этот внутренний для них конфликт. Хотя, с моей точки зрения, вот только вернулся с международной конференции, которая в Петербурге была, обсуждается, и я тоже это пробую, да, Вполне можно совместить цифровизацию, так называемую, или гаджетизацию, с теми потребностями или с тем, что происходит с детьми в жизни, в нормальной жизни, не в учебной. Вполне можно. Для этого надо перестраивать подготовку педагогов, чтобы они не боялись, когда дети говорят, а я в гугл пошла, а я буквально свидетель на одном открытом уроке в одной из школ, как учительница испугалась, что, 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 а что это такое. Ну вот и все. Да, и было, ну, к 50 годам. Да, ну, вот бояться, это надо честно признать. Слушайте, Бронислав, вот по рассказам, которые доносятся к нам с Туманного Альбиона, такие престижные колледжи, как Итан и так далее, они вообще-то, ну, не стремятся подыгрывать интересам молодого поколения. Наоборот, их ориентируют на библиотеки, у них, так сказать, жёстко отбирают вот эти все телефоны и гаджеты, и, ну, как бы, наверное, вот эта традиция или этот стандарт, который предназначен для элиты, имеет тоже какое-то право на жизнь? Или просто происходит в образовании какая-то сегрегация, то есть вот есть образование, так сказать, для бедных, которое ориентировано на воспроизводство там социальной структуры общества, ну, то есть, грубо говоря, если твой папа водитель, то и ты будешь водителем и никогда не станешь академиком. То есть, там, современной экономике не нужны социальные лифты. Вот, а элиты, её в любой стране немного, и для Латвии достаточно первой гимназии. Очень хороший вопрос, но ответ может быть краткий, может быть длинным. Краткий ответ. На самом деле, те, кто определяет вектор развития образования, да, не могут договориться между собой. Поэтому я читаю все эти исследования. О чём им надо договориться? Вот о том, о чём вы спрашиваете, да, вот эта цифровизация, это благо или зло, да, и поэтому, скажем, если витани, ну, я называю случайно, хотя знаю в этих вузах, что происходит. Витани запретили, а в Кембриде разрешили, а в Беркли запретили, а в Оксфорде разрешили. Вот, поэтому, ну, сама же вот Курсера, самая известная, так сказать, платформа для вот этих курсов. Я говорил со своими учениками, которые сейчас и в Штатах, и в домальном регионе, да, вот они после окончания вуза выбирают себе курсы и работают с Курсерой. Но с Курсерой, которая позволяет, правда, вот они интересную вещь сказали, которая позволяет коммуницировать с профессором. Напрямую, правда, уплатить надо за это. Прослушиваешь курс, а потом можешь вступать в коммуникацию с профессором. Поэтому вот с моей точки зрения, да, я сейчас пытаюсь вот заниматься такими разработками, ну, нужно какое-то, оптимальное в кавычках, да, какое-то сочетание, потому что, скажем, ну, это я уже точно знаю, в начальной школе надо исключить, да, и вот это... Цифра, да, да, цифра должна быть только инструментом, потому что остальное должно быть через общение, через коммуникацию, а вот с основной школой цифра позволяет начинать строить индивидуальную образовательную траекторию, и это очень важно. То есть есть время, когда дети вместе, есть время, когда они работают, да, коммуницируют между собой, но надо уже давать возможность через вот этот открытый мир детям выходить туда и выбирать то, к чему у них есть способности, интересы, желания. У нас есть звонок радиослушателя, давайте послушаем его вопрос. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, у меня дочка учила в 76-й школе, школа передала и так далее, вот. Это, которую Нил Ушаков закончил? Не знаю, это в 76-й в Анте. Ну, да-да-да, именно так, да? Вот, да. Ну, и директор приезжегорходит. Ну, я вот обратил внимание. У них, значит, один урок в семье в неделю, один урок в физике в неделю, пару алгебры, и каждый день по два часа латышского языка. И домой задавая дополнительный урок новый. Я приходил, когда вечером домой, смотрю на сиденье, я спрашиваю в химии, ничего не знаю, физику, математику, ничего не знаю. Ну, вот там нужно освоить это. Мне кажется, это проводилось умышленно. Поэтому школу среди превращают русскую в курсы латышского языка, если грубо говорить. Поэтому образование пара и коллектива. Спасибо за Ваш комментарий. А вопросы есть какие-то к эксперту? Нет, нет. Да, спасибо. Вопросов нет, но... Давайте я по-честноку скажу. Ну, недостоверная информация, уважаемый, я так по голосу понял, коллега или уважаемый слушатель в возрасте, недостоверная информация, потому что количество часов латышского языка как языка осталось. Сейчас преподавание предметов с 1 сентября должно быть, ну, как по поправкам 50 на 50, 1, 6, 80 на 20. В основной школе? Да, да, да. И так далее. Мы же не поставили тему обсуждения влияния языка. Закон закону, надо с законом работать. Но при этом физика, химия, математика и так далее, как предметы остались. А то, что в некоторых школах, хотя я не информирован об этом, дополнительные занятия, вместо того, чтобы быть на родном языке, или вместо того, чтобы это была математика и физика, это обещали, что это будет отдано для решения в школу. Да, отданы латышскому языку, но это надо родителям разбираться с администрацией школы. Вы думаете, что вот эти дополнительные занятия, которые предлагает школа, они могут проводиться уже в рамках, за пределами учебной программы и на родном языке, а не на латышском? Так и было сразу, условия были такие, да, условия введения этих дополнительных, пока мы не получили никакой информации, что можно там заявлять, и это только в принципе проскакивает, что какие-то школы заявили, и вот то, что говорит слушатель. Ну, это, с моей точки зрения, это безобразие, потому что мы, если бы у нас была возможность, мы бы заявили другое, да, и это понятно, что математика и физика. Хорошо, у нас есть возможность сегодня послушать мнение человека, который преподает физику уже довольно давно, пришел в школу молодым человеком, совсем только что из университета, и является энтузиастом вообще школьного образования, потому что проводит олимпиаду по физике для школьников. Это Павел Назаров, сейчас мы попросим нашего звукорежиссера Евгения Копеина с ним связаться и зададим ему вопрос о том, как он воспринимает сегодняшнюю мотивацию детей и школьный контингент. То есть, ну, не перевелись ли в Латвии пытливые умы, и есть ли у нас возможность и надежда на то, что те инженерные, так сказать, силы, которые всегда в Латвии были, они у нас и будут в будущем. Павел, вы слышите нас? Добрый день. Добрый день, да, слышу. Вот, проводя олимпиады по физике, с какими детьми вы сталкиваетесь, насколько у них есть вот этот, ну, драйв, что ли, говоря современным языком, постигать науку, становится ли этих детей больше, меньше, какие они, вот, ваши впечатления? Хороший образ, да. Ну, за последние года я бы сказал, что драйва, наверное, больше становится, потому что появляется все больше возможностей вовлекаться в науку, особенно с практической точки зрения. То есть у нас в Латвии, допустим, там появился физмикс, появилась явнофизикоскола, который тоже ЛУ проводит по субботам, и, ну, достаточно интересно наблюдать, когда там в субботу готовы приезжать люди даже из других городов, чтобы поучаствовать в этом. Целый день фактически физике посвящен, есть практические задания и так далее, и это выходной, там, человек 150 может приехать. Или на олимпиаду, которая тоже проводится в воскресенье, тоже приходит в Риге где-то 200 человек в последние года, в Лепы, там, по-моему, 20-30, сюда укусил всегда тоже достаточно много, 40, нам иногда даже распечаток не хватает, что приходит так много людей. Поэтому я бы сказал, что, наверное, в целом увеличивается интерес, если про это говорить. Встречаются очень талантливые дети, как-то меня всегда поражает, что задача для олимпиады по физике открытой, да, которую проводится волонтерами тоже от Латвийского университета, составляют там доктора наук. Иногда мы об этих задачах спорим, ну, неделями, о правильном решении, там, о подходе, вот, чтобы вот именно абсолютно правильно... Потому что не все задачи такие достаточно простые и очевидные. И есть ребята из 10-11 классов, которые решают эти задачи, несмотря на то, что мы можем там спорить очень долго об этом, как правильных решений. Ломать голову, как, да, сделать это? Да, да. Поэтому, конечно, поражает. Но, если говорить в среднем, наблюдаются интересные вещи, которые мы тоже много обсуждаем с организаторами. Мне кажется, теряется понимание между уже нами и ими, что такое простая задача, что такое сложная задача. Потому что иногда мы думаем, вот задачи, которые очень легко, наверное, все решат. И потом мы видим, что очень мало кто ее решил. И для нас непонятно. То есть мы все тяжелее... То есть эти задачи простые, они основаны на каких-то базовых принципах, базовых знаниях? Или нельзя так оценить однозначно? Все, конечно, там идет о понимании именно вещей, да. То есть вопрос, насколько ты хорошо понимаешь явления физические, которые за этим скрываются. Даже иногда не очень важно, там, математика или, там, правильная форма, скорее, вот, как ты сформулируешь задачу. И вот, мне кажется, это то же самое, что наблюдается, если мы говорим про экзамен по математике, да, что, мне кажется, между теми, кто задает критерии, вот, и ставит задачи, как мы организовали, так и так далее. И те, кто учатся, сейчас реально есть некая уже пропасть, которая начинает увеличиваться в понимании того, что мы думаем, они знают, и как они этим управляют. То есть немножечко надо как-то найти общий язык, мне кажется, потому что, опять же говорю, есть ребята, которые великолепно решают суперсложные вещи, которые даже мне тяжело решить. И при этом есть задачи, которые, мне кажется, очевидными простыми, но при этом очень многие не могут их решить. То есть теряется как-то по-другому, что ли, подход уже, или по-другому мышлению у них немного. Но вот это чувствуется, и мы обсуждаем очень много, как нам понять, чтобы у нас была сложность, где интересны и тем, кто, может быть, не так хорошо физику знает, и там, где ребята, которые очень хорошо физику знают. То есть этот момент поймать, чтобы был, ну, Каусиана, есть такой термин, то есть распределение, когда есть ребята, кто совсем мало решил, ребята, кто очень хорошо решил, но большинство, оно где-то в середине. А у нас вот это всегда сдвигается в сторону меньших результатов. И вот это то же самое, что, мне кажется, сейчас, в принципе, в Латвии происходит во многих сферах. Ну, то есть общее снижение какого-то интеллектуального потенциала, что ли, уровня? Или это не об этом? Я бы не называл это так. Я не думаю. Я сам преподавал 7 лет, и я вижу в этих ребятах очень, во-первых, ну, как бы, я бы не сказал, что теряется именно там интеллект, да, или теряется способность понимать вещи. Скорее, какие-то вещи, на которые мы натренированы, они не натренированы уже. И наоборот. Ну, назовите какой-нибудь простой пример. Ну, что, они закон Ньютона не знают, первый, второй? Не знают, не знают. Нет, ну, закон Ньютона они-то знают. Нет, ну, все. Получали по голове, да? Неоднократно. Ну? Вы знаете, может быть, абстрактного мышления меньше стало, может быть, и запись. То есть, допустим, нас учили, да, понимать какие-то формулы и закономерности внутри формул без привязки к реальности. То есть, скажем, есть формула, и она, мне, допустим, да, тоже, чем мне было тяжело в университете в свое время, есть какие-то законы, которые математически описываются вот так, да, но какая-то вещь в этой математике, она, может быть, в реальности не существует, просто математика работает так, что в итоге получается один и тот же результат. Мы же математикой описываем реальность, никто не сказал, что это реальность, она включает в себя эту математику, это просто инструмент, которым мы умеем понимать ее. И нас учили отвязываться от реальности, отвязываться от конкретных примеров и просто абстрактно мыслить в рамках этих x, y, z. Сейчас, мне кажется, им больше надо примеров конкретных, практических, которые связаны с опытом, с практикой, с реальной жизнью. Им сложнее понимать вот эту абстрактную математику, не привязывающую формулу, которая что-то дозначит, да. То есть дайте мне любую формулу с любыми буквами и скажите мне, как решить задачу, я отвяжусь от реальности и просто смогу решить ее математически. Хорошо, то есть мы сейчас говорим о том, что для того, чтобы вот это поколение лучше понимало физику, интересовалось ею и так далее, должны меняться методики, должны меняться учебные материалы. Ну и конкретно вот эта задача, она кем-то ставится? Ну как бы осознает ли это заказчик образования, ну в частности родители? Понимают ли они это? Или заказчиком образования может выступать там центр содержания образования или еще кто-то? Ну как бы вот как происходит вот это формулирование проблемы и ее решения в реальной жизни? Да, мне кажется, что происходит оно не очень как бы успешно. Многие чувствуют, и я говорю, как мы даже организаторам физики, мы чувствуем, что эта проблема существует, что есть некий диссонанс между тем, как мы думаем, что должно происходить в обучении, и тем, как ребята молодые готовы впитывать его, да. И этот диссонанс, он... Увеличивается? Ну как бы может быть увеличивается, но он существует в любом случае. И сейчас, конечно, есть вот эта волна идеи там компетенции, да, то, что у нас вводится опять же, как бы в каком-то 2020 году. Компетентностный подход. Да, да, да. И это как бы попытки, но я не знаю, насколько они будут успешными, потому что опять же их составляли люди, которые, может быть, не являются частью этого молодого поколения, им тяжело все-таки понять. Мы пытаемся проецировать идеи наши и так далее, но насколько это будет успешным, это интересно, мы увидим, конечно, посмотрим. Очень сложная задача. Я не думаю, что ее легко решить, и, скорее всего, во многих странах с ней ее пытаются решить и понять, как это сделать. Поэтому даже для нас, я опять же говорю, нам очень тяжело понять между собой, там, на какую-то маленькую олимпиаду, да, как это все сделать. А когда мы говорим об образовании, который идет в течение 12 лет, как правильно и логично выстроить это, плюс как обучить учителей, есть, что тоже очень важно, потому что не просто там учебники сделать, да. Это же надо, чтобы учителя меняли подход к преподаванию, а это очень тяжело сделать, если ты 10 лет вот так преподавал, а потом внезапно тебе завтра надо по-другому преподавать. Это очень сложная работа и требует огромных ресурсов. Павел, поскольку людям, наверное, проще всего понимать какие-то вещи, ну, на их уровне, очень много у нас критики в адрес учебников латышского языка, речи родной и так далее, каких-нибудь социальных знаний, мало кто критикует учебники физики. А вот с вашей точки зрения, по вашему опыту работы в школе, вот каково качество учебных пособий по физике, насколько, ну, качество этих учебных пособий соответствует какому-то мировому уровню? Вы знаете, я думаю, что хорошие учебники у нас. Может быть, у нас тоже вопрос, какие темы мы рассматриваем, в какой момент, вот это там, я, может быть, не сильно согласен с этим, да, то есть как идет. Но еще проблема большая у нас, лично в Латвии, мне кажется, у нас по-прежнему, ну, и вообще физика во всем мире, конечно, очень сильно завязана на математику, и вот уровень математической подкованности у нас, конечно, хромает в среднем, мне кажется. Ну, опять же, о чем говорит результаты. Мягко говоря, да. Да, по экзамену, да, по математике. И, конечно, если мы говорим про такую физику, которая вот именно опирается на формулы, ну, глубокое понимание тоже, умение решать сложные задачи, то учебники, может быть, у нас и хорошие, но вот с этим у нас сложнее исключительно, потому что не хватает ребятам навыков математических. Потому что так, в принципе, у нас и когда ДЗМ, вот эта реформа прошла, школы обеспечили очень большим количеством разных практических инструментов, то есть там наборы специальные, электрические тоже, там схемы дополнительные, даже транзисторы там дали. Куча всего интересного. Я тоже пока преподавал даже, мне кажется, только 70% этих вообще вещей покрыл и интегрировал в учебный процесс. То есть практических вещей очень много у нас. Но вот одна из вещей, физика, нуждается в очень сильной математической подкованности, и это у нас хромает. Поэтому, ну, это, опять же, связано, мне кажется, и химия в этом числе замешана, может, в меньшей степени тоже. Ну, то есть то, что сказал в свое время ректор Рижского технического университета Рыбицкий о том, что отмена экзаменов по точным наукам было преступлением против народа, оно наконец-то начинает осознаваться уже самим народом. Ну, да, я, если честно, конечно, за то, чтобы были бы у нас экзамены по точным наукам. Другой вопрос, что мне казалось, хорошая идея была, когда сказали, что будет обязательно экзамен, но при этом там, скажем, в аттестат, вы можете или не можете ставить, это для пилотных ребят пару лет назад как раз. То есть меньше нагрузка на них, но экзамен нам лично дает очень большую информацию о том, насколько во всей стране у нас люди понимают то или иное. Это прежде всего необходимые результаты, которые нам помогут понять, что дальше делать. Без них очень тяжело. Поэтому, конечно, я за то, чтобы были эти экзамены, но при этом как-то меньше, меньше, что ли, было бы давление на детей, потому что они тоже там... Стрессуют, да? Ну, у нас вообще такое отношение, что должны быть оценки обязательно везде, все десятки, да, всех, значит, ругают за ошибки, что мне кажется тоже неправильным. И там люди дрожат перед экзаменами, это немножко, мне кажется, неправильно с точки зрения психологии, но эти информации нам обязательно надо. То есть точные науки все-таки такая вещь тоже важна. Требующая точных критериев. Хорошо, Павел, спасибо вам большое за ваш комментарий. С нами был организатор Олимпиад по физике Павел Назаров. И мы, завершая сегодняшнее обсуждение темы качества образования, все-таки хотим понять, Бронислав, а что реально можно сделать? Вот хорошо, ну хорошо, выдвинули идею проведения экзамена по физике, сразу возник вопль, да, более того, и с экзаменом по математике, то предлагают все-таки снизить, ну, процентную долю прохождения этого экзамена, чтобы уже побольше людей его сдавали, потому что, по-моему, по последней статистике у нас, наверное, треть людей сдает менее 20%. То есть, ну, я не знаю, что нужно, чтобы получить 2 с минусом на экзамене, это даже ко. Ну вот, есть, звучат разговоры о том, что результаты плохие, потому что дают задачи на сообразительность, мол, не надо их давать, пусть вот на тесты отвечают, угадал, не угадал, хоть какую-то оценку получишь. Как реально приблизить, ну, как бы, потребности экономики, общества к возможностям школы? Один, каждый следующий вопрос, который вы задаете, да... Трибот более развернутого ответа. Нет, 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 не в брови, кроме этого, да, не в брови, а в глаз. Дело в том, что, ну, с моей точки зрения, все-таки я уже могу говорить, сколько у меня лет стажа, вот, работая с учащимися, у меня нет однозначного ответа. Я считаю, может, я ошибаюсь, нужна дискуссия между профессионалами, да, вот, и в этой связи ее нет, да, ее нет в нашей стране уже много лет, работают какие-то орг структуры, которые берут какие-то концепции, ну, я знаю, я даже знаю откуда и чьи, да, иногда в лоб переводят на государственный язык и объявляют нам, вот, у нас будет, ну, давайте убираем физику. С моей точки зрения, вот эта дискуссия, ну, если мы хотим быть в мировом пространстве, да, раз, и на мировом рынке два, это для меня принципиально разные вещи, да, когда мы наших участников готовим к тому, чтобы они жили вот в этом новом мироустройстве, и чтобы они были на рынке, это разные задачи, и разные заказчики, я помню, я в одной из своих диссертаций это разводил, заказчик родителей, заказчик государства, заказчик наука, заказчик производства и заказчик самучащийся. И мне кажется, там между каждой парой, да, и между всеми нет договоренности. Бронислав, спасибо вам большое за ваше мнение, я думаю, что мы ровно через неделю встретимся и уже устроим дискуссию между профессионалами, потому что в следующий четверг к нам придет Ветра Ратиника, которая преподает в Агинсканской гимназии, вот, и которая отвлечается своим тоже подходом к школьной реформе качества образования. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, что вы были с нами, я надеюсь, что в следующий раз вы сможете также задавать свои вопросы, а мы прощаемся до следующего четверга, программа «Подоплека» о качестве образования в 12 часов, будьте с нами.